Всем привет! Мы уже повторяли меню Макдональдс, а в этот раз мы решили сделать товары из супермаркета, которые, кажется, можно сделать только на фабрике со специальным оборудованием. Все товары в магазине сделаны благодаря четко отлаженным процессам на производстве. Четко! Но! Это не значит, что дома то же самое сделать нельзя. Сначала нам приглянулся ММДемс. Действительно, как сделать дома такие же разноцветные орешки еще и с надписью. Чтобы повторить ММДемс, нам даже не нужно много ингредиентов. Сначала мы взяли арахис и добыли из него маленькие орешки. Желательно брать размером покрупнее. Теперь берем шоколад, растапливаем его на водяной бане и окунаем туда наш орешек. Вы могли заметить, что ММДемс состоит из двух слоев. Поэтому аккуратненько выкладываем все орешки сушиться и тем временем берем уже белый шоколад. Также его растапливаем и добавляем пищевой краситель. Мы специально сделали небольшую порцию шоколада, чтобы покрасить в зеленый цвет только часть орешка. А остальные орешки мы покрасили в другие цвета. Вы спросите, а зачем это тебе нужен был гвоздь вначале? А для того, чтобы из его шляпки сделать штамп, благодаря которому можно будет нанести буковку М. Все, готово? Эээ, глядя на это, возникает вопрос. Почему? Так. Срата. Ну, нам ведь важен вкус, а на вкус это действительно очень похоже. Да, и я бы сказал, что по виду, это процентов на 80 похоже на ММДемс, так что можно считать его повторенным. Мы долго думали, какие же товары стоит повторить. И не из еды нам приглянулся вот такой детский пистолетик. Он стреляет довольно сильно, но в то же время безопасно. Правда, дороговать немного. Чтобы сделать его самому, нужно лишь два шприца. Один побольше, другой поменьше. От маленького отрезаем носик. И с помощью клеевого пистолета приклеиваем к большому шприцу. Кстати, вы же не забыли про конкурс, в котором мы разыгрываем клеевый пистолет? Намного круче, чем мой. Гироскутер и очень громкую колонку JBL Boombox. Шансы выиграть имеет каждый. Тем более, условия конкурса, ну очень простые. Они есть в описании. Спешите участвовать, ведь результаты будут уже 19 апреля. А призы-то ценные. Ну, а мы продолжим. Шприцы обязательно должны быть с вот таким резиновым поршнем. Снимаем его. И фактически получаем безопасный резиновый патрон, который идеально подогнан по размеру. И этим уже можно стрелять. Но, нужен еще один шприц. Разрежьте его, как на экране. И приделайте к корпусу, чтобы получилась как бы ручка пистолета. Ну и куда же без изоленты. С ней наш пистолетик выглядит намного круче. Правда, она, конечно, не синяя. Нас удивило то, что им можно даже кое-как целиться. А если вам мало мощности, то патрон можно утяжелить. Дальше изучая супермаркет, мы набрели на товар, который по сути является родственником бич-пакетов. Это бульонные кубики. Хоть я и никогда ими не пользовался, но купив, я был удивлен, насколько же они вкусные. Можно, например, варить рис и добавив такой кубик, получить вкус риса с мясом. Но мяса там в составе и в помине нет. Да и вкус он имеет только за счет усилителей. Мы решили повторить его, только сделать полностью натуральным. Нам нужны кусочки курицы на кости. Ее обязательно нужно хорошенько промыть. Морковка, лучок, веточка тимьяна и лавровый лист. Берем какую-то большую емкость и выкладываем на дно мяса. Нарезаем морковку и лучок, добавляем туда все это и заливаем обязательно холодной водой. Далее, добавив тимьян и лавровый лист, нужно просто варить наш супчик, так сказать. Мы решили делать это в мультиварке. При закипании у вас может образовываться пена, ее обязательно нужно убирать. Бульон должен кипеть где-то 3 часа. Он станет очень наваристым, вкусным и большая часть влаги просто испарится. Ни с каким кубиком не сравнить. Саму жидкость нужно просадить через дуршлаг и разлить в формочки для льда. Спустя пару часов у нас получится то же самое, что и магазинные кубики, только без всякой гадости и очень вкусные. Ну а мы идем дальше. Я, думаю, как и вы, всегда думал, что сгущенка делается очень сложно. Именно поэтому она такая дорогая. Но это оказалось не так. Именно поэтому я покажу, как повторить ее дома. Нужно всего лишь молоко и сахар в пропорции 50 на 50 по объему. Высыпаем это все в толстостенную посуду и нужно просто греть. Такое количество сахара после растворения в молоке загустит его. Да и само молоко после 30 минут упаривания потеряет влагу и тоже станет гуще. Осталось только остудить его и мы получим абсолютно такую же сгущенку, как и в магазине. Какой вывод из всего этого? На самом деле почти все товары, которые лежат на полках супермаркета, можно воссоздать дома. Порой это будет гораздо дешевле, а порой полезнее. Если это видео наберет 100 тысяч лайков, то мы повторим еще 5 сложных товаров из супермаркета. Напишите, что бы вы хотели увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok